Всем добрый день! Меня зовут Григораш Наталья. Сегодня я буду рассказывать доклад на тему как золотоискать для работы в георгии инфекционной разработки. Я представляю компанию «Кастис», которая уже более 15 лет занимается заказной разработкой и внедрением крупных учетно-анилетических систем. Сегодня я хочу немного поделиться нашим опытом работы с требованиями. Я надеюсь, что этот опыт, возможно, будет вам много полезен. О чем мы сегодня поговорим? Ну, об особенностях сбора требований в предсказной разработке, о целях, о сложностях, о том, как их можно обойти, попробовать внести некоторые практические примеры, как можно применять наши методы и немного об альтернативном подходе, который применяется у нас в компании. Работа с требованиями – это вопрос достаточно важный. Собственно, от работы с требованиями и от формулировки требований, от качества этой формулировки в конечном итоге зависит то, что мы получим в итоге. То, каким будет конечный продукт и насколько он будет качественным. При заказной разработке есть некоторые особенности, в отличие, ну, например, от продуктовой заработки. Так как заказная разработка – это разработка на заказчика, то основной вопрос, на который нужно ответить аналитику при сборе требований – это что же нужно заказчику. Казалось бы, вопрос очень простой и казалось бы, что требования, наверное, не так сложно собирать, работая непосредственно заказчиком. Ну, можно опросить в сторону заказчика, опросить людей, которые представляют заказчика и сформулировать требования, разработать то, что ему нужно и вроде все окей. Ну, на самом деле, на деле, как и многие из вас знают, кто работает с заказной, с разработкой заказного коста, это не так просто. И на деле возникают различные сложности. Более того, нередки случаи, что если мы начинаем разрабатывать в точности, как формулировать задачу заказчика, изначально, по так называемым, входящими требованиями, то на выходе получается вообще не то, что ему нужно, и пользователи даже, возможно, не смогут этим пользоваться или пользоваться как-то эргонично, или это не совсем то, что он на самом деле ожидал. Ну, таким образом, аналитик превращается в некоторый вроде золотоискатель, который по крупинкам должен искать нужные вещи, собирая требования. Искать, что же на самом деле необходимо учесть, такие аспекты, чтобы получилось то, что нужно. В ходе работы с требованиями, входящие требования шлифуются, и на выходе получается что-то уже определенное, что-то, что в итоге даст наш кусочек золота, то, что необходимо заказчику. А как же с ними работать с требованиями? Ну, я собрала некоторые приемы, которые используем мы в нашей практике. Чтобы понять, с чем бороться, нужно сначала определить цели. Цели того, что же мы хотим получить. Ну, с первым вопросом мы разобрались. Заказчику нужно получить то, что ему действительно необходимо. Это основной вопрос, который мы решаем в процессе заказной разработки как таковой. Но есть все-таки еще другие аспекты, которые тоже нужно учитывать при сборе требований. Во-первых, после первого вопроса, во-вторых. Это постановка задач для разработчиков. Важно, что получат разработчики, чтобы им удобно было работать с этой постановкой, чтобы не возникало много дополнительных вопросов, нужна качественная постановка. Желательно минимизировать количество доработок последующих. Часто избежать этих доработок совсем практически бывает невозможно, особенно при каких-то сложных, крупных разработках. Но, тем не менее, минимизировать бы это хотелось. Чтобы процесс доработки не превратился в бесконечный. Ну и, конечно, разумные сроки реализации. Все-таки хотелось бы, чтобы разработка не превращалась тоже в что-то бесконечное, или не превращалась в то, что не ожидает заказчик, имеется в виду сроки. Ну а теперь посмотрим, какие возникают проблемы, когда мы идем к этим целям. У меня получилось бы сгруппировать проблемы. Проблемы, конечно, возникает достаточно много разнообразных. Но их можно сгруппировать в шесть таких групп. Во-первых, это распространение требования. Также излишняя детализация задач, поступающих от заказчика. Распространенная проблема, как не половать то, что уже работает. Этот вопрос все задают в процессе формировки требований. Неверные предположения, противоречимые требования. И когда ожидаемые сроки, разработки превышают те, что не против заказчика. Далее я про это более подробно покажу, что из этих групп. Первая группа – это распространенные требования. Под распространенные требования подразумеваются такие проблемы. Нет четкой формировки задач. Недостаточно ясной, изложенной цели. Много белых цветов формировки. Древние много сравнений. Хотим, чтобы получилось как там. Часто такое говорится. И распространение не дает полной картины того, что необходимо. Ну, здесь могу привести такую ситуацию. Стала задача по доработке системы обновлений. Была система, в которой заключались обновления и которые потом можно было установить на разные системы. Эти обновления все время устанавливались из центра, то есть из Москвы. Им возникла необходимость как-то расширить систему права. Столь права была очень простая, потому что никому не было нужно особо пользоваться чем-то большим. Изначально требования были очень расплывчатые. Вроде бы заказчик знал, что ему не нужно. Хочу более гибкую систему прав. Чтобы, например, одно обновление мог приносить конкретный человек, а другие он не мог устанавливать. Чтобы, например, он мог конкретный пользователь установить обновления на такие-то системы, но он не мог на другие. Ну и так далее. И много было сравнений и хотим интерфейс, как был интерфейс в другой части системы. Нам удобно и пользоваться, хотим такой же. Но на деле, когда аналитики стали это все смотреть, оказалось, что не очень понятна на самом деле цель всего этого. То есть для кого это делается, кому должно быть удобно этим пользоваться. И непонятен на самом деле интерфейс. Вроде бы хотим как там, но на самом деле там оказалось, что тот интерфейс совсем для другого предназначался. Его натянуть на это как-то не очень понятно как. Ну и, соответственно, пришлось как-то добиваться четкости. То есть ответить на этот вопрос. Как добиться четкости? Мы в основном используем такие способы. Вообще-то здесь ничего нового нет. Я думаю, что многие с ним пользуются. Но в то же время способы хорошие. Ну, во-первых, добраться непосредственно к пользователю будущего функционала. Раскрыть предполагаемый сценарий с пользователем. Это не просто, но иногда возникают сложности, что нет, например, общения с пользователем напрямую. И пользователи могут, не знаю, сидеть в Австралии, например. Общение идет через какого-то посредника, заказчика. Потом бывает, что общение идет через IT-отдел заказчика. Например, у заказчика есть отдел аналитиков, через который пользователи общаются с группой разработки какого-то функционала, ну и наоборот. Соответственно, в этом случае надо как-то все-таки добраться, либо задать нужные вопросы через посредников, либо все-таки как-то попросить, устроить, может быть, совещание или будут участвовать пользователи. Либо все-таки добраться до них и спросить, что же будет в итоге нужно, для чего это вообще все было нужно. Ну вот в том примере, о котором я рассказывала, собственно, оказалось, что это все нужно для администраторов региональных. То есть нужно, чтобы региональные администраторы могли устанавливать обновления на свою региональную систему. И все. Ну и должно быть все для этого приспособлено. То есть, например, для конкретных регионов, о каком-то начале никто не договорил. Значит, заполнение пробелов на основе знаний о бизнес-процессе заказчика и на основе уже работающего функционала. Ну и здесь все просто. То есть изучаем бизнес-процесс заказчика при заказной разработке. Это очень важное условие. Аналитикам все время приходится изучать бизнес-процессы заказчика, чтобы как-то самим уметь предвидеть какие-то ситуации и заполнить пробелы при некрозрачности требования. И, зная уже какой-то функционал, который уже есть в системе, можно на основе него дополнить требования нового функционала, потому что можно не запретать велосипед в каких-то случаях. Ну и затем несколько точек обратной связи. Вот этот интересный пункт, который часто используем. У меня точно написано «Первничное требование ранее тестирования макетных вариантов». Имеется в виду здесь что? Желательно при очень раскручатых требованиях стараться как можно больше отзывов получить от пользователей, от заказчиков. Например, сделать какой-то макетный вариант, как мы предполагаем, что это будет выглядеть. Отдать – не смотреть. Сделать уже почти рабочий вариант. Отдать – потестировать до того, как это будет внедряться, до того, как доступит крайний срок, когда это будет уже совсем необходимо заказчику. На самом деле это очень помогает, потому что все время возникают дополнения к требованиям, они меняются. И в итоге как-то стороны договариваются, и получается именно то, что нужно было. О каких-то вещах, возможно, пользователь или заказчик скажет посередине вот этого общения. Может быть, там летать макетные варианты. И, возможно, он раньше даже об этом не подумал, об этих условиях, которые им на самом деле нужны. Вторая группа проблем – это избыточность информации. Бывают такие ситуации, что, как и таки страны, входящих требований очень много, и детализация слишком сильная. То есть это же чем-то напоминает лишь детали в конструкторе, когда мы должны собрать домик и часть деталей отсеять. Здесь все детали домик не получится. Как это выражается? Во входящих требований может быть очень много допустимых вариантов, и непонятно, какой из них выбор, непонятно, какой лучше. Возможно, эти варианты исходят от разных групп пользователей, которые собираются пользоваться тем, что мы должны сработать. Есть детали, которые сказываются на сроках или сложно совместимы с уже реализованными функционалами. Например, говорятся какие-то вещи, мы не понимаем, насколько это важно, а в то же время понимаем, что у разработчиков это займет действительно много времени. Возможно, эту деталь стоило отсеять, но мы не знаем, может быть, все-таки стоит ее сделать, потому что она очень важна. Или такие детали много, и все это сказывается на сроках, и мы не знаем, какую выбрать, никакие второстепенные. Как работаем в этом случае, и что же делать для того, чтобы осить лишнее, не потерять нужное и построить красивый домик? Здесь можно применить такую цепочку при работе с требованием. Сначала, в первую очередь, понять, кем и для чего будет использоваться будущий функционал, и какие вообще цели его используем. После этого отделить наиболее важную часть функционала от деталей. Обычно при опросе пользователей можно все-таки узнать, в первую очередь, для чего это нужно. Ну или во многих задачах так получается, что можно это узнать. Например, тоже такая ситуация, что на входе заказчик запросил некий отчет с очень большим количеством настроек, но очень большим вариантом, для чего он может использоваться и нужен, для чего. А сразу все, непонятно даже было, ну например, как будет выглядеть интерфейс с таким нагромождением задач, нужно ли это все, что нужно в первую очередь. После какой-то беседы с пользователями, ну и задая правильные вопросы пользователям, выяснилось несколько конкретных задач, которые нужны в первую очередь. И остальные оказались просто второстепенные, ну или нужные, но, допустим, можно их и позже прикрутить. Соответственно, это вот третье, можно отдать пользователям и получить отзывы. То есть мы сделали этот отчет, отдать пользователям в таком базовом варианте, с, допустим, тремя какими-то основными функциями. Ну и дальше вот разбираемся с деталями, либо дорабатываем, отказываемся от них, или выносим в отдельный функционал. Конкретно с этим примером вышло, что часть деталей бросили, так как показалось, что, в общем-то, они не очень оказались и нужны. Что-то доработали позже, не спеша уже, пользователи уже могли пользоваться тем, что им отдали для основных задач. Ну и часть оказалась задач уже не очень вписанной именно в этот отчет, и в принципе просто второго. В общем-то, задача для заказчика была решена, и пользователям был уровнем пользоваться. Ну, риторичный вопрос, как не поломать, что уже работает, это задают в СИР. Когда что-то делают, как уменьшить риски того, чтобы все не поломалось? Как найти решение, которое минимально меняет уже работающих функционалов, и сделать настройки вместо переделки, это вот один из вариантов. То есть, так скажем, бережное отношение к тому, что уже сделано. Второй вариант, как можно бороться, это анализ того, что может быть затронуто. Ну, понятно, что это все делают, но в том числе можно этим заниматься глубже, например, включить разработчиков, чтобы они не смотрели, что это не уходит и вообще, что может быть явно заделка. Или пообщаться с карманами смежных систем, возможно, даже смежных систем, которые не являются основными из нашей стороны, которые, возможно, разработаны на первой стороне заказчика или другими, там, аутсорсеры, если это возможно, узнать, что они вот используют из нашего и что может плаваться. Ранее тестирование, в том числе и пользователями. Если мы протестируем на раннем этапе, то будет видно, хотя бы базовые какие-то ошибки появились, и это можно быстро поправить до внедрения. Ну, и пользователям могут заметить, что что-то стало не так работать, как они ожидали, или как раньше. Ну, и также вот вариант, который мы используем в нашей компании, у нас называется «Бережное внедрение». Постепенный переход к новому. Сначала реализуется сама возможность, которую хочет заказчик, которая необходима, и затем секундамент переключается на новое. Смотрим, как реагирует система или другие части функционал, но это новое. Если что, постепенно чиним, потому что это уже не так рискованно. То есть одно починить в плане гораздо легче, чем внедрить целиком, и потом придется чинить все. Ну, и постепенно отказываемся от старта. Последнего подхода он не реализирует риски при переходе к новому. Есть риск все равно доработок, есть риск, что что-то плавается, но, во-первых, эти доработки будут меньше гораздо, и если что-то плавается, то это можно быстро починить, так как все делается постепенно, а не целиком. Неверное предположение. Ну, это выглядит в том, что, наверное, так называют представление. Когда думали одно, оказалось совсем другое. В это входит что? Ну, например, срок разработки сильно превысило ожидания. Предполагало что-то маленькое разработать, а вылилось что-то нереальное. Можем сделать то, что хотел заказчик, но в итоге оказалось не то, что было нереально нужно. То есть вроде все, что он сказал, сделали, а пользоваться этим нельзя, или он просто хотел другое и сказал это уже в конце. Заказчику могут устроить какие-либо параметры, которые изначально не нужно посмотреть. Скорость работы, связь с другими системами. Ну, это происходит, конечно, бывает, что и происходит ошибки самих аналитиков, но это происходит иногда из-за того, что мы просто не учим какие-то вещи, что будет двигаться как эта новая система. Или заказчик изначально заявил не ту скорость работы, которая реально не была необходима, а она была меньше. Небольшая доработка выросла в видеозначительной части системы. Возникли срочные предвиденные доработки и предвидения дорабочего состояния. То есть, отдаем персоналу, оказывается, что на самом деле от него хотели гораздо больше, чем он делает. Допустим, IT отделом тот самый промежочный мог бы донести все, что хотели пользователи. Ну и пользователю недоступны все возможности и функционалы, и предусмотрены все новые сценарии. С этим я давно столкнулась в аэропорте. Такой очень интересный пример, когда нужно было зарегистрироваться на РИС и предполагалось только автоматическая регистрация. Но я оказалась, что он не может это сделать, потому что предполагалось, что в немецкой авиакомании может видеть кто-либо человек, который живет в Германии, либо у которого немецкий вид на жительство, либо у которого немецкая ревиза, и все. То есть, если у человека был другой вид на жительство, например, датский, то он зарегистрироваться уже не может, потому что там возможности вообще не предполагалось. Ну, он только, конечно, зарегистрировался вручную, но тем не менее, вот сценарий не был такой, то ссылалось. Причины тоже известные. Я, в общем-то, о них сейчас уже немного сказала. Указаны не все сценарии. Национал разработан с учетом того, что будет запущен другой кондиционал, или здоровье по, а здоровье почему-то обложилось. Такое тоже бывает. И представлены ошибочные данные об авторе. Да. Как избежать невероятного положения? Способы основные такие. Во-первых, выяснить у заказчика, что он может влиять на будущее. Очень хорошо спросить, а не будет ли каких-то новых систем, которые собираются подключиться через полгода, и это использовать? Или не будет ли вот эта система переходить и заменяться на какую-то другую? Ну, что-то какие-то такие вопросы. Виртуалитно нагрузочное тестирование на раннем этапе разработки. Это позволяет избежать ошибок со скоростью работы. То есть оценить верно, пока скорость не отправит. Ранний фейсбэк – передать в ответный вариант минимальный рабочий вариант. То есть рано получить отзывы о том, что он правильный – это не верно. Иногда на этапе, когда мы все-таки отдаем пощупку что-то визуальное, то пользователь и заказчик будут более четко сформулировать там, как и это. Или кто-то, что он ожидал и так далее. Ну, и найти точки риска и путь, при котором возможно заработки будут минимальны. То есть как-то оценить, где возможны эти риски. Вот здесь вот, например, возможно эта система не стартует, с которой мы работаем. То есть предполагается замена, например, одной системы в другую заказчика, предполагается через два месяца, а вдруг она не стартует через два месяца. Что будем делать? Ну и такие вот вещи. Будет просто как-то придумать варианты, как можно будет доработать, если что, или как подружков. То есть предложить выбрать путь при составлении требований, чтобы минимизировать вот эти риски. Противоречивые требования. Ну, такое тоже бывает. Зарходящие требования противоречит уже работающий функционал, друг другу и ворота стоявшийся бизнес-процесс. Легче всего бороться с этими проблемами. Так, это, ну, напрашивается в первую очередь. Работать уже работающий функционал, подкорректировать бизнес-процесс по новому функционалу, будет, на самом деле, не всегда возможным. Бывает, что функционал какой-то уже используется тому, всех устраивает, или ты не предполагал его менять. Ну, и бизнес-процесс тоже, как-то, заказчику менять очень редко хочется ради какой-то доработки. Поэтому используется в основном пути, как поиск альтернативного пути, который еще потребуется заказчику, ну, или какое-то компромиссное решение. То есть от каких-то деталей отказываешься. Была у нас тоже такая ситуация была, что был старшийся процесс перехода в состоянии магазина. То есть магазин сначала планировался, потом становился новым, потом становился работающим, ну, и затем иногда закрывался. Под этот переход состояние было завязано много системы, и вдруг одному из пользователей, одному из интернет-магазинов, понадобилось новое звено в цепочке, туалет продаж. То есть когда он вроде еще не закрылся, но уже продавать не может, а то пользователь закрыл, прям почему-то приезжает в магазинах. Ну вот тогда мы вместо нового состояния ввели подсостояние работающего магазина, именно чтобы не ломать устаившийся бизнес-процесс. Хотя сначала от заказчика поступило преимущественное состояние, но это было реализуемо, но с очень большими рисками, либо приходилось бы просить всех пользователей что-то менять у себя в логике и так далее. Вот. Ну вот придумывалось это финансивное решение, и оно было реализовано, все устроено, решило задачу. Сроки. Здесь имеется в виду что? Когда заказчик что-то хочет такое нереальное, вроде этого завода, за какой-то маленький срок. С этим тоже приходится бороться. при составлении требований. Как боремся? А те или не очень фактичные доработки, которые удаляют по сроку, ну естественно согласование с заказчиками. Определяем максимальную последовательность выполнять задачи, восстанавливаем приоритеты. И еще один способ. При необходимости реализуем какой-то альтернативный быстрый вариант, и позже переходим уже на правильный. Ну вот этот вариант, конечно, немножко неудобный, может быть, потому что надо правильно оценить, как мы перейдем потом обратно. Такой сценарий тоже могу привести реальный пример. Разрабатывалась локализация системы большой под разные языки, куда это только русские. И вдруг для одного пользователя срочно понадобился украинский язык. То есть система некая стартовала, допустим, через месяц, нужен был украинский язык, система в Украине, хотим срочно украинский язык. Ну, естественно, ту доработку, локализацию, нереально было с такими сроки сделать, хотя она была правильной, и как раз с ней бы все хорошо и зарабатывало. Поэтому пришли к такому решению. Сначала делаем возможность пользоваться украинским языком в системе не очень красивую, но украинские переводы можно заводить. А после того, как уже все заработает, через месяц система, которая использовала эту возможность украинского языка, работает, после этого спокойно дорабатываем локализацию и переходим уже на эту локализацию. Варианты более долгий, но зато по сроку для этого не было выполнено. И немного еще про итеративный подход расскажу. У нас в компании используется итеративный подход, мы работаем по скраму, и, конечно, в итеративном подходе, во всяком случае, в моей работе, в нашей работе мы видим преимущества при общении заказчиков при формировании требований. Какие же эти преимущества остальные? Ну, во-первых, быстрые релизы. Раз в две недели это длина стандартной итерации, мы можем выдавать релиз заказчику. Версии могут формироваться дольше, это может быть несколько месяцев, но именно какая-то доработка может быть сделана достаточно быстро. Это означает, что мы быстро реагируем на запросы заказчика и быстро обратная связь. То есть сразу заказчику каждую неделю уже может что-то нам сказать, что ему нравится, что нет. Первую версию можно отдать раньше, доработки рисовать позже, то есть через каждую страдцию можно что-то новенькое отдавать, какие-то доработки заказчику дайте посмотреть, пользователям дайте попользоваться. таким образом пользователи могут даже раньше начать использовать функционал, который еще не доработан до конца. Это дает выигрыш по срокам, то есть какие-то задачи могут решаться даже раньше, чем закончится сама разработка для полноценного всего функционала. При оперативной разработке конечно очень удобно то, что требования уточняются в процессе разработки, то есть не разработали все целиком отдали, потому что половина была неправильная, а как-то можно уточнять и стремиться к идеалу. Это ставит гибкость при работе с требованиями и уменьшение риска того, что заказчик получил то, что не реально было необходимо. Вот обратный сценарий того, что если требования уточняются не терапин, а сразу, то бывают достаточно серьезные файлы. Вот такой опыт, что внедрялась система допасольств пробная, подписывалась через МИТ, и потом раз сотрудники ездили в компанию, отсутствует, ездили и устанавливали эту систему. Несколько посольствий уже на месте выяснилось, что по ним централизованная разоходка не подходит, потому что они используют налогу валюты больше, чем все остальные посольства. И это вылилось еще на командировку, подписи, разработки, точнее, ТЗ, в общем, достаточно сложно. Если было итеративно, то было бы гораздо быстрее. Таким образом, можно сделать вывод, что для заказной разработки итеративность на самом деле естественна. Возможно, для подручного разработки это не всегда так, и могут быть какие-то преимущества не итеративной разработки, но для заказной разработки постоянно связь с заказчиком, постоянно обратная реакция, знать, что им необходимо и узнавать это быстро, коррективные требования это, конечно, очень удобно. Ну и в итоге к чему стремимся? Что получаем? На выходе, если правильно работаем с требования, каков наш идеал? это исчерпывающая формировка задач для разработчиков, точная оценка затрат, запланированная для решения каждой задачи, минимизация возможных доработок после передачи заказчиков на резону и главное, для чего, собственно, мы занимаемся заказной разработкой это оправдание ожидания заказчика в разумные сроки. это, собственно, все, что я хотела сегодня рассказать о нашем опыте работы с требованием. Спасибо. Есть ли какие-то вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У меня несколько вопросов. Каким образом Вы делаете АСНТО какие-то методы или экспертная оценка? АПЛОДИСМЕНТЫ Есть, конечно, методы. Если это крупный проект заказной или крупная доработка, то вплоть до обследования с планировки на место, общими с пользователями на месте, обследование бизнес-процессов и так далее. Если это не очень большая доработка, то у нас компания делается через IT-отдел заказчика в основном. То есть у нас заказчика есть IT-отдел, который тоже занимается руководителем и передавается к нам. То есть мы общаемся с ним, и тоже бережный переход. Бывает ситуация, когда мы бережно переходим, что-то маленькое сломалось, но в принципе если бы мы сделали сразу переход, чинить не надо было, потому что было бы нивелировано другой поломкой, которая впоследствии вылезла. два минуса. То есть при бережном переходе вначале первый минус, потом появляется второй. если одновременно делать так все, то эти два минуса друг друга на плюс поднимает. Ну, я думаю, что здесь вопрос в цене. Так скажем, бережно переходим, я не отрицаю, что тоже есть какие-то минусы, но дело в том, что то, что компенсируются риски, что риски действительно минимализируются, что даже вероятность таких ситуаций в общем-то не очень большая, а то, что мы кладем в подушки под то, что все сломается сразу и все остановится, допустим, бизнес заказчик остановится весь. Это, я считаю, достойная плата за то, чтобы такие ситуации решать дважды или зря правильно странировать. Последний, вот заказчик выдает вместо требования уже готовую реализацию, которую он считает требования, у нас такое бывает очень часто, опять же, потому что мы работаем через IT-отдел, во всем случае, вот мой проект конкретно именно так работает, и очень часто аналитики на стороне заказчиков дают готовые решения, они общаются с пользователем, у них есть какое-то видение, они нам выдают, и бывает, что там не все собственно сказано, боремся как, но собственно я уже говорила об этих способах, во-первых, очень часто отдаем пользователям, понятия делу, чтобы они посмотрели предварительный вариант, от пользователей поступают все ли вообще там то, что они хотят, все ли, то, что им нужно. потом мы все-таки стараемся хорошо знать бизнес-процессы заказчика, и иногда сами видим, чего их хватает, то есть нам надо готов постановку аналитику, как-то это видно, а здесь вот, может быть, все-таки вот это, а вот это мы учли, то, что было. И еще такое бывает, что аналитики заказчика возможно учитывают свой бизнес-процесс очень хорошо, и в принципе знают нашу систему, но не учитывают какие-то особенности, которые, допустим, разработчики выясняют по ходу дела уже заберут в код, что там полку кондиционала надо переделать, но, соответственно, вот эта мелочь потребует предъявленную половину системы, давайте, если бы не сделаем другому, и вы придумаете, как мы это сделаем другому, другим вариантом, но вот это иностранно. Здесь совсем не слышно, можно поближе микрофон? Виталий, подавляя праву. Скажите, а как вы решаете проблемы с заказчиками, которые работают с вами в потенцированном строительстве проекта? То есть, при итеративной разработке вы не можете сказать на первом этапе сколько будет свой проект. И второй вопрос сразу, каким образом вы решаете опять проблемы итеративной разработки с заказчиками, которые не готовы и в состоянии каждую итерацию вас проверять, тестировать, а ждут на их готовый продукт и в принципе идут на контакт, связь при решении. Ну, во-первых, про первый вопрос. У нас все-таки, конечно, с крупным заказчиком существует предварительное планирование. То есть, итерации существуют внутри команды, какие-то предварительные оценки, ориентировочные, даются заранее. И они закладываются с большим запасом. Ну, чтобы, если что, можно было что-то еще доработать и так далее. Потом, когда возникают отклонения от этих сроков, например, то, применяя опять же способы, о которых я говорила, как-то мы пытаемся к этим оценкам приблизиться все-таки. То есть, например, какие-то детали откидываются, которые все-таки не так нужны, никакой другой путь избирается. Вот. Но, в основном, в большинстве случаев оценки, в итоге, предварительные совпадают с тем, которым мы работаем в интеракции. То есть, крупное планирование все-таки происходит заранее бюджета компании. Это, тем не менее, мешает работать оперативно, когда уже идут мелкие задачи. Так. И второй вопрос был, извините, еще раз, повторите. О нежелании заказчика. А, да, с этим, конечно, трудно бороться. Такие заказчики тоже есть. В редких случаях приходится жертвовать иперативностью, в том числе. Но, по основному, заказчики, которые к нам приходят, они все-таки знакомы с философией нашей компании. У нас написано о том, как мы работаем, общаемся мы об этом. И приходят именно те, которым важно вот качество, которые устраивают такой процесс. Хотя, конечно, отклонений бывает. Итеративности тоже. В своем докладе я пыталась донести то, что итеративность все-таки это очень удобно при заказной разработке. Когда ее нет, в таких проектах бывают файлы, которые при итеративности вышли бы гораздо дешевле просто. с государственными организациями, например, такая ситуация очень часто, что они отказываются работать итерацией, и хотят готовое ТЗ, и потом реализованное ТЗ, которое они сразу пытаются внедрить. Ну, и на месте уже справляются какие-то ошибки, если они возникают, или не то, что они ожидали. Это просто дороже не уходит. Ну, возможно, заказчики готовы на это тоже идти, потому что их устраивать такой подход. Наталья, меня зовут Александр. Компания Microsoft, у меня два момента. Вы постоянно используете тему итеративность, но по теме атрибута вашего проекта, который это гиперподход, биджайдовый подход, потому что у вас короткие итерации, у вас требуют в основном на фидбэке от заказчика, заказчик проясняется, вы понимаете, в процессе того, что вы выдаёте. Я бы просто простерёгся использовать термины итерационные, когда вы говорите о биджайдовом. Второй момент, вы сказали, что для заказной разработки в том понимании итерационных подходов и джайдовом. мы используем очень аккуратно и не только в очень конкретных ситуациях, потому что какие-то риски биджайдовый подход ликвидируют, но он несёт за собой большое количество других рисков. Это готовность заказчика к тому, что он будет получать не готовый продукт в начале первых операций, то, что заказчик на начале в начале и достаточный список атрибутов проекта. А еще вопрос вас возлюбления. Позвольте, я закончу? Нет. Максим, я с вами потом поговорю. Хорошо? Хорошо. На самом деле, я поняла вопрос. По первому моменту я с вами согласна, что итеративность и джало это разные термины. Здесь в своём докладе было именно об итеративности, именно об итеративном общении по требованиям заказчиков. То есть, я даже вроде не говорил словно джало. Нет, вы не говорили, поэтому я хочу говорить. У меня последний вопрос. есть логострочные планирования, есть краткосрочные планирования. Есть логострочные планирования, которые проводятся совместно с заказчиком. Очень крупные планирования, они ём закладывается на самом деле бюджет, ограничения ими по срокам здесь мы не можем совсем отказаться от этого. и это просто не очень реально для нашего заказчика. Есть более потомки, дальше идет уже более мелкое планирование, когда крупные крупные задачи разбиваются на полиете, и так далее. Но при какой степени неопределенности в начале проекта, при получении основной информации на структуре проекта, при заказчике не знаете, какое количество гидераций вам нужно будет сделать, чтобы реализовать конкретную фичу? Сколько раз она будет возвращаться к данному свой клон для того, чтобы реализовать долгосрочное планирование, если вы эту нулю понимаете? То есть это такое? Ну, вы знаете, у нас оно не сводится к нулю, и даже как бы в основном в сроке, когда мы выдаем готовый платок совпадает, плюс небольшая покрешность, которая тоже закладывается, это чем, как мы этого добиваемся? Ну, во-первых, то, что заказчик сам понимает, как это наш процесс работы и наши операции и так далее, планируются крупные подработки без маленьких деталей. Детали в процессе уже планирования, более мелких, возможно, что-то отказывается, что-то вообще, от чего-то отказывается, что-то изменяется на другое, но крупные такие вот блоки, остаются эти крупные блоки, отдается им нужно нагреть время. Вот, какие-то мелкие детали уже, по ходу дела, туда-сюда прикидываются, это уже как раз на этапе более мелкого планирования, и уже на этапе трассы совсем, что-то можно передвинуть, на три части разбить, одна точно нужна, и мы о ней говорили, она была в этом блоке, а две отложились, в принципе, таким образом. Ну, на самом деле, я просто сам достаточно долго работал в проекте, или не проехал, где мы работали по инжайлу, но у нас было конечное право дать. Вот эти две вещи, они не совместимые, но мы их совмещали наше проект, но мы не просто вынуждены. Мы тоже решали эту проблему, мы стали раскладывать, что мы предусмотрели, что тоже неправо. Поэтому я хочу начеркнуть, что вы попытались облинить несовместимые вещи, как и мы просто говорили. Это вы берете риски на себя, вы говорите о том, что заказчик будет. Я не знаю, когда вы закончите, но мы должны запрашивать числа. Я не знаю, когда мы это сделаем, потому что я не знаю, какой результат. Но мы закончим так. Значит, риски ложатся на нас. Давайте, знаете, что у нас время закончилось? Мы перейдем в куларную беседу и дадим следующему докладчику уже готовить. Давайте скажем спасибо. Спасибо. Спасибо.